Здравствуйте! В эфире программа «Кстати». С вами Сергей Смирнов и Любовь Солодовник. Сегодня мы поговорим о выборах в Государственную Думу. Кстати, до дня выборов осталось меньше двух недель. И все участники уже продекларировали свои позиции, в том числе и через свои предвыборные партийные программы. И для начала давайте посмотрим, что предлагают избирателям парламентские партии. Программа «Единороссов» самая масштабная. В ней нашлось место и анализу ситуации в стране, и достижениям партий, и целям, которые она ставит перед собой на ближайшие пять лет. И даже основным путям их достижения. С одной стороны, такое подробное и детальное изложение – показатель системности. А с другой, далеко не каждый избиратель сможет осилить более 18 тысяч слов этого документа. Предвыборная программа ЛДПР лаконичнее – одиннадцать с небольшим тысяч. И одна из ее особенностей – несторазмерность отдельных разделов. Ну, например, развитие Дальнего Востока, по сути дела, региональной теме, посвящено в четыре раза больше места, чем вопросам строительства и земельных отношений, но которые важны для большинства россиян. Самыми короткими, почти одинаковыми по размеру, оказались предвыборные программы КПРФ и «Справедливая Россия». Примерно по полторы тысячи слов. Предвыборная программа КПРФ напоминает скорее партийный манифест, нежели проработанный план работы партии на ближайшие годы. Многие из предвыборных предложений коммунистов хоть и выглядят привлекательными, но без указания пути их реализации воспринимаются популистскими. А программа «Справедливая Россия» – это просто перечень 25 законов, вбиваться принятия которых партия намерена в случае прохождения в Госдуму. С одной стороны, все очень конкретно. Есть проблема – вот законопроект. Но с другой стороны, 25 законопроектов за пять лет для такой парламентской партии – это как-то маловато. Ну, кстати, нынешняя Госдума за пять лет приняла 1817 законопроектов, а внесено было еще больше – более 6 тысяч. Похожая ситуация с отдельными разделами предвыборных программ партии. Например, с одним из ключевых – это экономическим разделом. Ведь именно успехи в экономике позволяют государству брать повышенные социальные обязательства, увеличивать финансирование образования, здравоохранения, культуры, спорта. Единая Россия в нем ставит своими целями экономический рост, повышение благосостояния населения и конкурентноспособности России. Но этому должна быть подчинена вся бюджетная, налоговая и промышленная политика. Там, кстати, определены и основные направления достижения этих прекрасных целей. При этом через весь раздел красной линии проходит идея социальной направленности и социальной ответственности, что добавляет в программе «Единой России» электоральной привлекательности. Ну, а в экономическом разделе программы ЛДПР также много интересных предложений. Например, начиная с восстановления государственного сектора экономики и заканчивая отменой НДС. Но одновременно с этим немало и вызывающих у нас, и у экспертов, недоумения. Инициатив вроде введения государственной монополии на торговлю с сахаром. Между тем, КПРФ предлагает восстановить экономический суверенитет, восстановить государственный контроль за банковской системой и защититься от диктата доллара. Предложения самые, что ни на есть хорошие, но не очень понятно, как и за счет чего они будут реализовываться. Экономический блок предвыборной программы «Справедливо-Россов» состоит всего из четырех законов. Из них два – об отмене налогов – подоходного с граждан, проживающих за чертой бедности, и транспортного. Понятно, что их с радостью воспримут избиратели. Но тогда надо было бы еще и указать, чем компенсировать эти потери для бюджета. Иначе это просто популизм. Неслучайно эксперты Фонда развития гражданского общества, оценивая предвыборные партийные программы по пятибальной системе, выставили КПРФ и «Справедливая Россия» по три балла за популизм. А ЛДПР за эту же историю вообще поставили два балла. По мнению экспертов, партия, декларирующая в своих предвыборных программах социально привлекательные, но абсолютно нереальные цели и задачи, видимо, рассчитывает на то, что их избиратели не будут особо в это вникать. Плохо, что такие избиратели есть. Хорошо, что их не очень много, и поэтому такие партии традиционно не получают большинство в Госдуме. Но насколько эти выводы совпадут с результатами голосования, мы узнаем после 18 сентября. Ну что ж, мы могли бы еще долго обсуждать предвыборные программы партий, но время нашей программы заканчивается. Увидимся через неделю. До свидания. И не забудьте 18 сентября прийти на избирательные участки. Кстати, во вторник Владимир Путин встретился с депутатами из фракции «Единая Россия» в Госдуме и экспертами. Да ладно? Да.